Директора школ учатся, как предотвратить пожары, что делать, если ЧП все-таки произошло. Практическая часть занятия прошла сегодня в 78-й школе во Фрунтинском районе. Как педагогам удалось не потерять ни одного ребенка и почему пожарные спасали детей из кабинета директора, выяснила Зоя Рыжкова. Место возникновения пожара – второй этаж, кабинет директора. Как заходите в центральный вход? Направо – лестница. И на второй этаж – первый кабинет налево. Опасность пожара. Администрация просит вас таких помещений. Пожарная сигнализация работает, но ее уже не слышно. Эвакуация учеников 78-й школы началась. Тревога учебная, поэтому нет ни паники, ни спешки. Верхнюю одежду забрали из гардероба заранее. Подразделения выезжают по рангу пожара номер два, то есть высылаются в пределах 10 основных автомобилей. Это практически весь город Ярославль. Соответственно, уже в пути следования уточняется обстановка. По легенде, возгорание произошло в кабинете директора, где остались школьники. Группа пожарных отправляется на помощь через двери. В это же время другая группа идет на помощь через окно. Каждого встречают и провожают до безопасного места. За работой пожарных и педагогов наблюдают директора школы Ярославля. Это практическая часть занятия. На теоретической говорили о том, как предотвратить подобные ситуации. Самое сложное – это не допустить паники и эвакуировать в первую очередь всех детей из школы. В 78-й школе была и реальная ситуация, когда учеников необходимо было срочно эвакуировать. В начале декабря в подсобном помещении мастерской произошел пожар. Никто не пострадал, поскольку огонь потушили за считанные минуты. А детей успели вывезти на улицу до того, как вся школа наполнилась дымом. У нас есть ответственные по каждому этажу педагоги, которые контролируют, как произошел выход, быстро проходят, прикрывают двери, если необходимо, и докладывают. Чтобы никого не потерять по дороге, на улице детей еще раз пересчитывают и сверяют цифры. Учителя докладывают, сколько было в момент объявления тревоги и сколько они вывели. То есть я сразу вижу, все ли дети. В случае реального пожара найти напуганного ребенка в задымленном помещении очень сложно. Обычно дети прячутся под кроватями, в шкафах, за шторами. Ну, все возможные помещения. Они просто не эвакуируются, а прячутся. Эту тренировку школьники восприняли как игру. И когда им разрешили вернуться к главному входу, сразу воспользовались пожарными автомобилями. Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев, Вести, Ярославль.